С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. Сегодня днём на Ринмаре произошла авария с участием грузового автомобиля и юной велосипедистки. Семилетнюю девочку госпитализировали. Глава региона и председатель окружного собрания депутатов провели рабочую встречу в преддверии нового парламентского сезона. Строительство ФОКО, опережающий северный завоз, работа ДЭС. В Андерме в рабочей поездке побывали представители региональной власти и наша съёмочная группа. В Ненинской тундре завершились торжества по случаю главного праздника кочевника – Дня оленя. Последними его отметили жители острова Колгуев. Авария с участием ребёнка-велосипедиста произошла сегодня в Нарьинмаре. На месте происшествия оказалась наша съёмочная группа. С подробностями – Любовь Пермякова. А живой? Всё нормально? В скорой помощи находится? А во сколько было совершено? Только что. Только что. Только что. Да, да, да. Сейчас пока что там ничего не знаем. Даже нам их ребёнка не знаем. Авария произошла примерно в 15 часов на участке дороги по улице «60-летие октября». По предварительным данным водитель фуры не пропустил ребёнка на велосипеде. Вот мы видим сейчас эту фуру и рядом велосипед с искорёженными колёсами. На место происшествия сразу прибыла карета скорой помощи. Девочка 2012 года рождения. В результате столкновения девочка на скорой доставлена бригадой в Нинскую окружную больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции напоминают, что управлять велосипедом может ребёнок, достигший 14 лет. До 14 лет на велосипеде ребёнок может передвигаться только внутри двора, на специальных площадках, по велодорожкам, в парках и стадионах. Если велосипед используется в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости, на нём должны быть установлены впереди фара белого цвета, а сзади фонарь или световозвращатель красного цвета. Чтобы перейти на противоположную сторону дороги, необходимо сойти с велосипеда и продолжить движение в качестве пешехода по пешеходному переходу. Любовь Пермякова, Владислав Ткачёв, Телеканал Север. Сегодня руководители региона Александр Цибульский и Александр Лутовинов провели рабочую встречу в преддверии нового парламентского сезона. В августе у депутатов завершаются так называемые парламентские каникулы. Мы сейчас активно работаем с нашими федеральными министерствами по выделению финансирования на основные проекты в рамках национальных приоритетов, которые обозначены в указе президента. Сейчас у нас уже на сегодняшний день есть понимание о получении дополнительно 600 миллионов рублей на национальный проект образования. Мы получим порядка 7 миллиардов рублей на проект безопасной и качественной автомобильной дороги. В этом году мы работаем над запуском проекта по пристройке к больнице. Здесь независимо от того, получим мы положительное решение в федеральном центре или нет, мы будем в любом случае с вашего согласия рекомендовать или просить нас поддержать этот проект реализовывать, поскольку, конечно, здравоохранение – это основа благополучия наших жителей. То, что вам удается привлекать федеральные средства, я считаю, что это очень важно, тем более на те вопросы, которые для нас являются первоочередными, а именно развитие инфраструктуры – это во-первых. И второе – проблемы образования у нас тоже стоят достаточно остро, поэтому, если эти вопросы мы будем последовательно и поступательно решать, то это будет очень хорошо. Александр Лутовинов также обратил внимание главы региона на необходимость мер финансовой поддержки сельхозпроизводителей. Если у нас будет такая возможность, я полагаю, что было бы неплохо изыскать дополнительные средства на то, чтобы продлить дотации на сельхозпродукцию, на молоко, для того, чтобы мы могли поддержать наших сельхозпроизводителей. За первые шесть месяцев 2019 года в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах воловой надой молока составил более 1700 тонн. Больше половины общего удоя по региону обеспечили фермы Ненецкой агропромышленной компании. Наращивают удои, крестьянские, фермерские хозяйства. Росту показателей производства молока в округе способствует поддержка хозяйств из окружного бюджета. По данным ведомства, за пять месяцев 2019 года на предоставление субсидий молочным животноводам направлено более 87 миллионов рублей. Конечно, у нас во многих селах вот эти СПК являются такими, по сути, образующими предприятиями, на которых здесь небольшое количество людей работают. Ну и плюс это, в общем, неплохой вклад в том числе в наши продовольственные обязанности. Я предлагаю сейчас, я несомненно, если вы с такой инициативой выйдете, ее поддержу, предлагаю предложить принять это решение до конца года, для того, чтобы мы имели чуть более длительный период для анализа реального влияния вот этой меры на развитие сельских территорий нашего округа. Речь на встрече шла и о продолжении совместной работы органов государственной власти в части улучшения качества жизни в округе для отдельных категорий населения, в частности, для семей с детьми-инвалидами. Совсем недавно глава региона встречался с представителями общественной организации «Особое детство». Сегодня на базе организации предоставляются дополнительные образовательные услуги – развитие мелкой моторики, логопедии, адаптивной физкультуры, арт-терапии, ханк-терапии. С неходящими детьми работа ведется и на дому. Организация «Особое детство» входит в региональный реестр поставщиков социальных услуг. В качестве пилотного проекта она взяла на обслуживание ребенка-инвалида со множественными нарушениями здоровья и оказывает ему социальные услуги на дому по индивидуальной программе. Я здесь тоже попросил бы вас поддержать ряд инициатив, с которыми они ко мне обратились, которые, на мой взгляд, носят принципиально важный характер для таких семей и в целом очень социально направленный. Это и вопрос бесплатного питания для детей-инвалидов в школах, это и вопрос об оплате сопровождающего родителей, когда такие детки отправляются на лечение в медицинские учреждения в другие округа и еще целый ряд других. Председатель собрания депутатов Ниницкого округа заверил главу региона, что все обсуждаемые сегодня вопросы будут включены в повестку работы депутатского корпуса в новом парламентском сезоне. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал Север. Переоборудование перекрестка на пересечении улиц Первомайска и Ленина близится к своему завершению. По согласованию с ГИБДД на месте кольца будет Т-образный перекресток. Напомним, сужение дорожной части в связи с обустройством тротуара и установкой в этом месте забора вызвало острую критику среди автомобилистов Нарьинмара. С учетом снежного покрова зимой участок дороги станет еще уже. Департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта Нинецкого округа, оценив проект, сразу же остановил здесь дальнейшие работы. С подрядчиком проведены переговоры и достигнуто соглашение о переносе ограждения в пользу ширины дорожного полотна. Сегодня состоялся еще раз разговор с представителем упор Дорприкамья. Они все-таки нас услышали. Мы достаточно долго, почти месяц друг другу объясняли, доказывали, как и что надо сделать. Но на сегодня им придется все-таки опору переставить, может быть придется заменить. Поэтому в течение пару недель еще и перекресток все-таки будет расширен. И надеюсь, что организация дорожного движения, которая мне приложена, она поможет, скажем так, исключить создание пробок в часы пик. Добавлю, окончание работ намечено на середину сентября. В Нинецком округе завершились съемки проекта «Мама Раша». Всего в рамках тревел-шоу будет 12 выпусков, каждый из которых авторы посвятят какому-либо региону нашей необъятной страны. Напомню, еще 6 августа в Нарьинмар прибыла команда проекта «Мама Раша» во главе со звездами, чтобы снять захватывающее шоу. Известный актер Кирилл Киаро и популярный блогер Люба Любятенко посетили самые отдаленные места нашего региона, познакомились с кухней и бытом народов Севера. Съемки проекта начались уже в первый день прилета съемочной группы в Нарьинмар. Программа пребывания проекта организована Центром развития бизнеса совместно с участниками туристско-рекреационного кластера. Раскрыть всех секретов программы я не могу, но могу сказать, что они познакомились с местной кухней, с бытом и традициями местного населения, а также посетили самые отдаленные части Ненецкого автономного округа. По замыслу авторов из творческого объединения «Газгольтер» и телеканала ТВ-3, знаменитости путешествуют по территории Заполярья, преодолевая трудности, связанные с отсутствием интернета и цивилизации. Съемочная группа телевизионного проекта вместе со съемочной группой телеканала «Север» в пятницу на борту вертолета Нарьинмарского авиаотряда приземлилась в аэропорту рактического поселка Амдерма. Для федерального шоу здесь была отснята часть видеоматериала. Наша же съемочная группа работала по всей региональной повестке, снимая репортажи для программы «Новости». Вернувшись из Амдермы, Кирилл Керо и Люба Любятенко встретились с Нарьинмарской молодежью в диалоге на равных. Добавлю, премьера тревел-шоу намечается на сентябрь. В поселке Амдерма, которую еще сравнивают с городом-призраком Припятью, несмотря на значительно разрушенную инфраструктуру поселения, размеренно течет жизнь. С рабочим визитом накануне там побывали глава администрации Заполярного района Олег Холодов, представители исполнительных органов региональной власти. Рабочая делегация осмотрела сердце поселка – Амдерминскую дизельную электростанцию. В ходе реконструкции дизель-генераторного комплекса здесь произошла полная замена оборудования на современную адаптированную технологическую систему. В 2015 году был установлен первый на Крайнем Севере альтернативный источник энергии – ветродизельный энергетический комплекс. Однако за несколько лет работы стало ясно, что выработка им электроэнергии достигает лишь 3% от общего объема, и фактически нагрузка на дизельную электростанцию осталась прежней. Для обеспечения работы ДЭС в рамках опережающего северного завоза в Амдрому в полном объеме были доставлены энергоресурсы. В Амдрому у нас определенное время с конца осени прошлого года по весну этого было напряжено с топливом. Вся эта ситуация держала нас в напряжении. Но все закончилось к общему удовольствию. Судно подошло к Амдрому и за 13-14 число полностью весь объем дизельного топлива – это 1800 тонн – было раскачено в Амдрому. Из них 1700 для нужд северного сервиса для обеспечения топливом, электроэнергией поселка до следующей навигации и 100 тонн для нужд аэропорта. Представители власти осмотрели местную свалку, где в данный момент мусор укатывают тракторами, в дальнейшем же планируют вывозить на мусороперерабатывающий завод. Также инспектирующие оценили работу водозабора, снабжающего жителей поселка питьевой водой. В ходе осмотра объектов представители Департамента образования, культуры и спорта Ненинского округа проверили школу, детский сад и строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс. В данный момент на объекте проходит много сезонных работ. Однако вопрос его передачи профильному департаменту остаётся открытым. По итогам детальной инспекции подрядчику были сделаны замечания по уже установленным дверям, которые оказались слишком тонкими для северной зимы, есть замечания и к покрытию спортивного зала. Мы ещё посмотрели покрытие, которое пришло, и нас это немножко удивило, потому что покрытие, на наш взгляд, не очень соответствует именно спортивному покрытию, которое должно быть в зале. И с этим вопросом мы сейчас будем разбираться, потому что они должны представить себе соответствие покрытия на объекте, потому что это может, так сказать, не стать залом. На данный момент выполнены отделочные работы и оборудованный зал для настольного тенниса, тренажёрный зал. Добавлю, объект планируется сдать к середине октября. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Недели ранее глава муниципального образования посёлок Амдорма по инициативе главы региона был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Решение о досрочном прекращении полномочий Александра Куликова опубликовано на официальном сайте администрации поселкового совета. Удаление в отставку главы муниципалитета произошло по основаниям, предусмотренным федеральным антикоррупционным законодательством, а также в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Временное исполнение полномочий главы Амдормы возложено на депутата постсовета Марину Даничеву. В Ненинской тундре завершились торжества по случаю главного праздника оленеводов – Дня оленя. Последними его отметили жители острова Колгуев. Мероприятие организовано при поддержке администрации Ненинского округа в рамках соглашения с компанией «Лукойл». Для оленеводов и их семей организовали концертную программу и традиционные соревнования по северному многоборью. Репортаж Алины Волчейской. Нарту за нартой оставляет позади себя Василий Варницын. Он показал один из лучших результатов – 35 штук. Говорит, перепрыгнул бы больше, да не тренировался. На праздник оленевод прибыл прямо с рабочего места. Вот, сейчас пролетели, можно поучаствовать, показать себя, на других посмотреть. 19, 20, 21, еще. А это лучший прыгун среди возрастной категории до 18 лет. Вова Левичев – житель островного поселка Бугрино. Он мечтает стать оленеводом, поэтому с малых лет тренирует в себе ловкость и сноровку, которая пригодится ему в тундре. Нужно ноги качать и в эскопы играть. Учиться долго нужно. То есть нужно максимально поднимать тело вверх или как? Вверх и вдаль. Прыжки через нарты, метание тензея на хореи, бег по пересеченной местности на скорость – все эти виды национальных состязаний неразрывно связаны с бытом и работой в тундре. Сегодня на Колгуеве отрасль оленеводства находится не в самом расцвете. После массового падежа оленей, он случился в 2012 году, здесь восстанавливают поголовье животных. На протяжении пяти лет на остров вертолетами завозили быков для увеличения популяции. Финальный спецборд с оленями приземлился на острове в 2018. Если нам привозили 20 голов, то увеличили мы их до 40 взрослых и 4 теленка новорожденных у нас. Значит, в эту зиму будем стараться и оленеводы поставили себе цель приучить еще из дикого стада 30-50 штук оленей. И этого, наверное, нам хватит, чтобы в будущем уже приучить основное стадо, что ездить не на снегоходах, как мы это делаем сейчас, а именно на оленьих упряжках. В планах у фермеров увеличить общее стадо до 3000 голов. Тогда удастся решить сразу несколько островных проблем. Будут рабочие места в тундре, появится возможность сдавать мясо и субпродукты оленеводства, а на вырученные средства можно улучшить материально-техническую базу хозяйств. Все к этому и идет, уверен самый мудрый житель Калгуева Иван Варницин. Дело его предков должно жить. Надо бы, конечно, продолжать. Вот этот, я вот сам вот 38 лет оленеводстве проработал, и сейчас мы без тундре, в общем, что-то не все. Кстати, в рамках праздника Ивану Варницину вручили почетную награду. Нагрудный знак оленевод получил из рук Ангелина Ордеевой. Иван Александрович, вот каждому ветерану оленеводства вручается знак за личный вклад развития оленеводства в округе. И вручается ценный подарок, чтобы дома пить чай. Ненецкие танцы и песни – как красочный финал главного тундрового праздника. Сразу после награждения лучших спортсменов и слова благодарности от первых лиц за их тяжелый труд. Поздравляю вас с традиционным праздником Ненецкого автономного округа – Днем Оленя. Для жителей Заполярной тундры олень – это главный помощник, объект поклонения, источник жизни, дарующий еду, одежду и живище. Оленеводство всегда было и остается одним из основных способов хозяйствования в регионе. Мы говорим спасибо всем дружинкам отрасли за преданность любимому делу, за сохранение народных традиций. День оленя на острове Колгуев отмечали впервые за несколько лет. Праздник пришелся по душе и взрослым, и, конечно, малышам, поэтому было принято решение проводить его ежегодно. Алина Волучейская, Леонид Шишилов, телеканал «Север», остров Колгуев, Ненецкий округ. В Ненецком округе стартовала вакцинация оленей против подкожного овода. Первых животных привили накануне на острове Колгуев. В тундру ветеринара доставили вертолетом в рамках празднования Дня оленя. Прививку получили более 40 животных. Это все восстановленное островное поголовье. Что касается остальных хозяйств, там обработка стад от подкожного овода начнется после 20 августа. Это связано с тем, что в 3 декаде августа в регионе заканчивается лед оводов. По словам ветеринаров, препарат, который используют при вакцинации, абсолютно безвреден для организма животного, но убивает личинки овода. По плану будет обработано 140 тысяч оленей, но ветеринары не исключают, что количество будет больше. Для примера, в прошлом году было обработано 152 тысячи оленей при плане в 140 тысяч. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды.